позвоночника. И кроме того, на твой разум ты не можешь прийти в состояние тишины, поэтому твой ум не открывается. Действительно ли это так? Но когда я удалил этот меч, у него прошла боль в спине, и его ум поменялся, сознание поменялось. И вот такого рода меч не является живым. Это некая субстанция, но находится внутри тела, и она может оказывать влияние на сознание человека и вызывать ощущение боли и дискомфорта. Откуда взялся он там? Он был создан его собственным умом. Это, как я говорил, может быть, порождение его сознания. А возможно, кто-то раньше испугал его мечом. И этот испуг он принял, и меч оказался внутри него. Однажды в Штатах пациентка обратилась ко мне с просьбой посмотреть состояние ее здоровья. И я обнаружил, что у нее очень много веток дерева. У нее было ощущение дискомфорта во всем теле, и спазмированы и напряжены мышцы. Это явно не было энергетической проблемой, потому что я видел ветки дерева. Затем я поинтересовался ее работой, и выяснилось, что она каждый день подрезает ветки деревьев. Это дерево. Как назвать такого рода проблему? Это информационная проблема. Конечно же, это нереальное дерево, и его ветки вокруг нее тоже нереальны, но информация об этом существует. Подобные ситуации встречаются достаточно редко, но существуют и другие, очень часто встречающиеся ситуации. Я только однажды столкнулся с таким случаем. Просто он был очень интересен. Лишь однажды я видел лягушку на руке человека, и только однажды я видел меч внутри тела и ветки вокруг тела. Но существует множество других проблем. Например, человек чувствует головную боль, но спина холодная, и всегда ему кажется, что его кто-то преследует. Это собственные ощущения. И когда я в этих случаях диагностирую пациента и смотрю его, то почти всегда я вижу, что за ним следует какая-то фигура. В его сознании постоянно присутствует некий образ, который оно фиксирует. И в этом случае в его сознании постоянно присутствует образ человека, который перед этим умер. Мы его также называем информационной проблемой. Мы знаем, что существует очень много людей, оканчивающих жизнь самоубийством. Мы, как правило, анализируем их психологические проблемы и стрессы. Безусловно, случаются в жизни стрессовые ситуации, проблемы на работе. Бывает, что человек не видит выхода и заканчивает жизнь самоубийством. Но если вы проанализируете статистические данные по самоубийствам, то окажется, что более чем 50% случаев это хорошая работа у людей, дружные семьи. И эти люди обладали покладистым характером и поддерживали с окружающими нормальные отношения. Но тем не менее, внезапно, совершенно неожиданно для других, они оканчивали жизнь самоубийством. Одна из причин заключается в информационной проблеме. Как правило, эти люди обладают повышенной чувствительностью, и на них может оказать влияние другая душа. Какая-либо душа извне может оказывать постоянное влияние на этого человека, внушая ему мысль о самоубийстве, причем тем способом, который он сам выберет. Это снова информационная проблема. Итак, что же такое информационная проблема? Иногда мы называем ее психологической проблемой. Часто случается, что человек встречает кого-то из друзей, и кто болен тяжелой болезнью, или узнает о чьей-то смерти, от смертельной болезни, и это оказывает сильное влияние на такого человека. Тогда он начинает находить у себя симптомы той же болезни, и начинает думать, что его поразила та же болезнь, которая погубила его друзей. В итоге, такие постоянные мысли приводят к тому, что у человека действительно возникает эта болезнь. Если начать диагностировать такого человека, то в его теле не найти никаких симптомов подобной болезни, но в его уме, в его сознании они все в совокупности. Эту информацию тоже можно почувствовать и увидеть. Если вы будете смотреть мозг, вы сможете увидеть эту информацию. Я уже говорил о том, что в Сиэтле ко мне пришла одна пациентка, и до того, как она начала говорить, я посмотрел на нее и спросил, «Почему вы хотите закончить жизнь самоубийством? Почему вы думаете об этом?» Эта женщина вздрогнула и удивилась, и спросила, «Откуда вы это знаете?» Но я видел эту информацию, потому что у нее тоже была информационная проблема. Мы сейчас не можем достаточно хорошо знать и понимать информационные проблемы, потому что, похоже, в нашей современной лабораторной медицине нет соответствующей терминологии, нет медицинских терминов, потому что все происходит в последующей схеме. Сначала возникает информационная проблема, потом она трансформируется в энергетическую, и потом это отражается на физическом теле. Когда эта болезнь обнаруживается, то это уже та стадия, которая затрагивает физическое тело, и поэтому бывает поздно. Иногда врачи говорят, что некоторые болезни передаются по семейному каналу, от отца к детям, от матери к детям. Это наследственные болезни. Я пытался разобраться во всех этих заболеваниях с точки зрения медицины мыслеобразами, действительно ли это так происходит или нет. В Сиэтле у меня было два примера. В одной семье у всех женщин был рак груди. Одна из женщин этой семьи пришла ко мне. У нее тоже был рак груди. И пока я диагностировал ее, то увидел, что этот рак груди спровоцирован мыслями ее мозга. У ее матери и у ее сестер был рак груди, и поэтому она постоянно на протяжении многих лет думала об этом. И когда ее возраст подошел к 50 годам, у нее возникла мысль, что теперь ее черед заболеть. И у нее действительно в результате возник рак груди. Она приходила ко мне, и я несколько раз ее лечил. И сказал, что больше нет никакой проблемы. Я проводил изменения в ее уме. Я убрал оттуда эту информацию. И когда она через месяц пошла проверяться в больницу, то врачи не обнаружили у нее никаких признаков рака. Никаких симптомов. Через два года мы гостили у нее в доме. Она чувствовала себя великолепно, и она начала заниматься лечением других. Еще один очень известный врач посетил меня, и когда я его посмотрел, то сказал, что у него начинает развиваться рак простаты. Это начальные симптомы. Он сказал, это было у моего отца, это было у моего старшего брата. Сейчас я подошел к возрасту 65 лет, и пора уже мне заболеть этой же болезнью. То есть опять проблема ума. Даже если у него нет этой проблемы, он ее создает, он к ней и готовится. Итак, можно видеть информацию, и она создает рак. Я лечил его, наверное, более 13 раз. Он мне очень доверял и просил его лечить. И вот прошло уже более пяти лет, и у него нет этого заболевания. С точки зрения медицины мыслеобразами, когда мы меняем информацию, меняется энергия, меняется сознание, меняется состояние физического тела. Поэтому в целом мы можем сказать, что мы меняем образ. Если меняется образ, сразу, мгновенно меняется информация. Если меняется информация, то мгновенно начинает меняться энергия. А затем уже начинает меняться физическая структура. Физическая структура меняется медленнее всего. Поэтому мы можем сказать, что заболевания на физическом плане это уже последняя стадия заболевания. И очень часто, когда мы лечим проявления на физическом плане, бывает поздно. И мы знаем, что существует множество физических заболеваний, которые повторяются. Потому что если лечить только физическое тело, скажем, лабораторной медициной, и болезнь как будто бы отступает, то энергия при этом и все прочие составляющие не меняются. И по прошествии времени эта энергия снова провоцирует тоже заболевание. Бывает и так, что мы поменяли информацию, поменяли энергию. Тогда происходит выздоровление. Но если информация остается, и мы не меняем сознание человека, и если кто-то убежден, что он заболеет, и все равно думает об этом, то даже если с его здоровьем нет никаких проблем, они появятся, потому что появляется образ. И поскольку при такого рода раскладе дорушение происходит и информационном уровне, и на энергетическом, и на физическом, то мы должны менять все, начиная с уровня энергии информации и с уровня физического тела одновременно. После этого, когда полностью меняется вся структура и все составляющие, мы можем менять также образ и удерживать его в своем сознании. Есть ли у вас вопросы? Вопрос. Как работать с маленьким ребенком двух-трех лет, когда невозможно подключить его мышление? Здесь мы вообще не принимаем в расчет возраст. Это ребенок, взрослый человек или старик. Мы используем один и тот же метод для лечения людей всех возрастных категорий, и мы будем изучать этот метод. Таким образом, мы можем работать с информационными проблемами. Самое сложное — увидеть проблему, а освободиться от нее уже не так сложно. Трудна диагностика. Вопрос. На человека огромное влияние оказывает его подсознание, в том числе и на человека, который лечит. И как разделить? Я вижу образ болезни пациента или это образ, который навевается моим собственным подсознанием? И является он фикцией в данном случае или нет? Это как раз то, о чем мы говорили. Вам нужно посмотреть и ждать ответ. Как узнать, что, что вы видите, создано вашим умом или нет? Можете ли вы мне рассказать об этом? Какая разница между тем, что вы видите, и тем, что сами создали? Однажды я этот вопрос задал своему отцу. Я спросил, если ты смотришь людей, можешь ли ты увидеть их проблемы, заболевания, не используя свои медицинские знания, а просто третьим глазом? Можешь ли ты понять, что у них? А отец ответил, мне не нужно для этого зрение. Когда я закрываю глаза, я вижу каждый орган. Я спросил, знает ли он при этом, какой орган неправильно работает? Он сказал, нет. И я спросил, если ты смотришь разных людей, ты видишь одинаково или по-разному? Он ответил, одинаково, потому что это мое знание анатомии. Когда я закрываю глаза, я могу очень четко представить любой орган. Очевидно, по этой причине, впоследствии, когда я купил себе множество книг по анатомии и DVD-фильмы, я их не смотрел и не читал, потому что у меня возникло опасение. Если я все это прочитаю и закрою глаза, то, возможно, я буду видеть не то, что происходит на самом деле. И это будут мои только книжные знания. И я все буду видеть одинаково. То, что вы видите реально, вы, как правило, не можете создать своим воображением. Даже если вы что-то создаете своим воображением, то это будет не настолько четко и ярко. я уверен, что у вас есть опыт. В процессе медитации, если вы погружаетесь в состояние тишины, то вдруг перед вами возникает какая-то картина, и вы видите ее так четко и ясно, в таких ярких красках, намного четче, чем вы можете это видеть обычным зрением. Но если вы что-то воображаете, это не так ясно. В моей клинической практике также были случаи, когда я сомневался в том, что я видел. Это создано моим воображением или существует на самом деле. Если я устаю и не имею достаточно времени на медитацию, я приступаю к диагностике и вижу не очень четко. И тогда я сомневаюсь, соответствует ли это тому, что я вижу. И тогда я начинаю думать, действительно ли это то, или это мое воображение. Тогда я начинаю спрашивать пациента, у вас есть проблемы в таком-то месте или там-то, там-то? И если он подтверждает, то тогда я убеждаюсь в том, что то, что я вижу, соответствует реальности. Я уже говорил о том, что у многих из вас работает третий глаз, и его уровень достаточен для диагностики. Самая проблема в том, что вы не знаете, как это правильно использовать. Когда я окончил университет, у меня хорошо работал третий глаз. Но я не обладал достаточным опытом работы с пациентами. И это было не так, как сейчас, когда пациенты всегда мне верят. Потому что, когда я что-то видел и говорил, то пациенты меня не понимали. Например, я смотрю одного пациента и вижу, что его печень очень активна, энергия печени поднимается вверх. Раньше я мог сказать, у вас проблемы с печенью. А он говорил, нет, у меня этого нет. Я удивляюсь и опять говорю, но как же, у вас серьезная болезнь печени. Потому что я это вижу. А он говорил, нет, у меня печень никогда не болит. И это правильно. Да, если сейчас я смотрю, я уже не говорю, у вас печень проблемы. Почему? Потому что печень проблемы такой, они не чувствуют. ничего не чувствуют. Тогда я сказал, у вас часто голова болит, давление выше. Это не видео, это опыта. Они сказали, да, правильно, да, у меня голова часто болит. Надо лечить печень. Я говорю, да. Очень довольный. Я лечил в печень, голова не болит. Очень довольный, поэтому каждый год больше, больше. То есть вы не можете доверять себе, несмотря на то, что работает третий глаз, потому что пациент с вами не соглашается. Пациент не чувствует проблем, и это бывает очень часто. Он не чувствует в том месте, где они действительно есть, а вы это видите. Мы занимались на второй ступени практикой диагностики своим телом и говорили, что нужно почувствовать симптомы. Можно не увидеть причину, но почувствовать симптомы. Например, пациент часто не знает причину, но он знает симптомы. Поэтому при правильной диагностике вы можете их симптомы назвать. Если к вам придет пациент, и вы скажете ему, что у него на запястье сидит лягушка, то я думаю, что он больше к вам не обратится. Поэтому нужно понимать, как общаться с пациентом. Все это приходит с опытом. Вы должны понимать и чувствовать, что и как смогут они воспринять от вас. Но в любом случае, при этом, вы должны использовать свой собственный метод лечения. Пока вы слушаете рассказ пациента, и пока он слушает ваше объяснение, вы уже можете работать. Очень часто, если вы говорите реальную причину болезни, вам пациент не верит. Особенно это относится к начинающим целителям, потому что они не знают, как рассказать пациенту его симптомы. Например, мы проверяем почки и видим, что там неправильная энергия. И тогда мы знаем, что почки слабые, энергия слабая. Но если вы скажете это пациенту, он вам не поверит. Он скажет, что у него не было проблем с почками, и они не болят. Он не поймет, что вы ему говорите. Но иногда можно очень точно сказать. Вы увидели, например, что проблема не только с энергией, но еще и проблема с самими почками, как с физическим органом. И тогда вы можете об этом сказать. Например, в Тюмень ко мне пришел один пациент прямо из больницы и попросил проверить его почки. Я сказал, что у него песок в почках. И он сказал, да, правильно, потому что он прошел сканирование. В Израиле ко мне пришла одна женщина, тоже из больницы, и попросила ее продиагностировать. И я обнаружил, что у нее в затылочной части головы есть проблема. Если бы я ей это сказал, то она бы мне не поверила и не поняла, потому что она только что прошла все обследования, и ни один врач ей об этом не говорил. И я ей сказал, у вас гормональное нарушение, потому что вы получили определенную информацию, которая связана с гормонами. Это непонятно откуда, непонятно откуда вы ее получили, но в вашем уме в сознании сразу возникла мысль о том, что у нее нарушения гормональные. Я приводил так много примеров для того, чтобы вы поняли и в будущем приобрели способность воспринимать информацию словами, символами, картинками, которые могут в нашем мозге проявляться уже в виде понятных нам каких-то ощущений или знаний. Итак, я пытаюсь ваши способности к восприятию информации активизировать, чтобы эти картинки в вашем мозге уже появлялись в виде понятных вам ощущений, чтобы вы понимали эти звуки и картинки и без слов. Итак, когда вы видите пациента, вам нужно проверить его с позиции энергетической, информационной и с позиции физического тела. У очень многих заболеваний, особенно хронических, нет хорошего лечения с позиции современной медицины. Но если заниматься лечением энергетическим методом или информационным, то результат будет намного лучше. Поэтому, когда к вам приходит пациент, вы не должны основываться только на его словах, на том заключении, с которым он к вам пришел. То есть, вы не должны ориентироваться только на его официальный диагноз, например, у меня диабет или высокое кровяное давление. Вы должны проверить его по всем этим трем направлениям с точки зрения энергии, информации и физического тела. Как мы должны начинать? Как правило, это связано со способностями вашего третьего глаза. Обычно мы начинаем так. Сначала вы видите энергию. Вы можете видеть энергию руками, можете ее чувствовать. И мы начинаем с энергии. Если ваш третий глаз работает хорошо, то вы можете начать проверять физические проблемы. Мы также будем говорить о том, как делать это в энергетическом плане. Мы можем использовать дыхание, вы можете использовать оглаживание, вы можете использовать опрос и можете говорить с пациентом. И если вы сможете прийти в состояние глубокого успокоения, то третий глаз сможет увидеть информацию. Если вы уже достаточно опытный, то вы мгновенно можете увидеть образ. Тогда вы начинаете менять образ и в то же самое время менять информацию и энергию. Из зала вопрос. Образ здорового человека одного отличается от образа другого здорового человека. И есть ли один универсальный метод или идеальный образ? Если нет никакого заболевания, то образ стандартный, как, например, стандартная анатомия у здорового человека. То есть известно, какого цвета или размера должен быть какой-нибудь орган. Когда мы заболеваем, то образ также меняется. И тогда мы знаем, где он меняется. Потому что вы перед этим видели здоровый образ. Это подобно тому, как вы, например, смотрите на дерево и сразу понимаете, что это дерево здорово, оно молодое, у него свежие листва, у него нет засохших веток, нет испорченных листьев. А если оно засохшее, скрюченное, то вы понимаете, что оно нездорово. Вопрос. Я могу создать образ, который видел однажды, и, допустим, орган. Я знаю форму, я знаю цвет энергии, но у меня нет другой информации по поводу всего образа, структуры тканей, каких-то других характеристик этого образа. Ответ. Тогда нужно открыть третий глаз, посмотреть, и тогда все становится понятным. Единственное правильное это получить тот образ, который эталонный, который уже существует. Как его получить? Мы должны его увидеть. То же самое, как можно увидеть здоров орган или болен. Когда вы смотрите третьим глазом, вы видите его цвет, его размер, его форму, и тогда вы знаете, что он здоров или болен. я хочу узнать, как происходят технические приемы смены образов пального на здоровые. Как менять при этом информацию? Я говорил, что менять очень легко, но очень трудно получить правильную информацию, чтобы произвести изменения. Здесь действительно очень трудно что-либо сделать, если человек не видит. Потому что при работе с энергией, даже если вы энергию не видите, и у вас не работает третий глаз, а вы только чувствуете, это можно сделать по ощущениям. Здесь же, если вы информацию не видите, то вы реализуются какие-то кармические аспекты, то как отличить это? Как узнать какое-то заболевание? Если это кармическое, то может его не надо лечить? Здесь в общем у вас два вопроса. Как узнать, есть ли какое-то заболевание? И если это кармическое заболевание, то может быть его не нужно глушить, а нужно лечить, так? Если вы врач или целитель, и вы не понимаете, что это за болезнь, вы все равно должны лечить, но если вы при этом получите достаточно эффективный результат, вы помогаете больному. Если работает третий глаз, и вы можете увидеть, что это кармическая болезнь, то тогда вы можете найти ее истоки и убрать. Для этого нужно только действительно видеть третьим глазом. Вы тогда будете знать, карма ли это, и в чем причина. Итак, как тренировать третий глаз? До какой степени мы можем его тренировать? И как вообще это делается? С одной стороны, для тренировки третьего глаза нужна практика. И главное, вы должны знать, что вы ожидаете увидеть. Если вы не знаете, что вы хотите увидеть, то даже если вы что-то увидите, вы проигнорируете эту информацию. Вопрос. При повторном рассмотрении повторяются ли символы и образы? Да, как правило, картинка будет та же самая. Во второй раз бывают некоторые изменения, потому что вы уже видели это, и ваш ум не приходит в состояние полного успокоения. Он уже что-то ожидает видеть и воображает, поэтому некоторые вещи меняются. Но если вы можете прийти в состояние тишины, если вы не думаете об этом и не вспоминаете, то тогда это то же самое. Например, к вам пришел пациент, вы сказали, что у него проблема, пациент ушел, не занимается лечением, а потом вы забыли об этом, и в следующий раз не помните, но находите точно ту же проблему. Это снова проблема ума. Гораздо более важно изучать коммуникационные связи между нашими внутренними органами. Это наиболее часто встречающаяся проблема. например, у ушей есть связь с почками, а почки связаны с печенью, почки связаны с сердцем. сердцем. Внутри нашего тела различные органы имеют взаимосвязь друг с другом, и вот все эти составляющие и представляют собой внутреннюю информационную сеть. это изучают в разделе медицины мыслеобразами. В китайской традиционной медицине также есть описания, как я уже говорил, но они не связаны в единый блок, а представляют собой отдельно разбросанную информацию. если собрать всю эту информацию из древних китайских книг, то мы сможем получить представление об этой концепции. Один врач из Одессы сказал мне о том, что в западной медицине также есть знания подобного рода. Например, они присутствуют в эмбриологии. Это великолепно. Я посмотрю все, что известно в этом направлении в западной медицине. Итак, информационная медицина говорит нам о том, что существует вот эта внутренняя информационная связь. И для того, чтобы ее узнать и воспринять, нам снова нужно использовать наши органы чувств. Особенно в такой ситуации. Как мы можем знать, что эмоции органов нарушены? Как мы можем узнать, что они плохо кооперируют друг с другом? Например, если почки неправильно взаимодействуют с мочевым пузырем, то они будут постоянно работать даже ночью, и вам нужно будет много раз посещать туалет. С точки зрения медицины мыслеобразами, это информационная проблема. А обычная медицина говорит о том, что это может быть простатит. По поводу женщин, они могут говорить, что это проблема с мочевым пузырем, возможно, следствие перенесенной инфекции. в медицине мыслеобразами мы регулируем взаимоотношения между почками и простатой, и тогда эта проблема исчезает. Поэтому, проверяя состояние здоровья человека, мы должны обязательно посмотреть, что происходит с позиции информации, а не только энергии или физического тела. В медицине мыслеобразами у нас есть раздел энергетической медицины и информационной медицины. У нас есть информационная анатомия, энергетическая анатомия, и эта информационная анатомия представляет собой картинку трехмерного пространства. мы можем говорить, что по каждому направлению есть девять подсистем, тогда все вместе это двадцать семь систем. Мы говорим о том, что вся вселенная разделена на двадцать семь уровней, и вот эти двадцать семь уровней соответствуют таким двадцати семи подсистемам. Мы знаем, что в Джуньян Цигун есть одна тайная книга, в ней нет слов, только символы. и те знания, которые мы сейчас рассматриваем, представлены именно в этой книге. По мере того, как я больше понимаю из этой книги, я большему обучаю, но до сих пор я многого не понимаю. Мои друзья предложили работать вместе над этой книгой, и я дал им несколько символов оттуда. Они потратили несколько месяцев, но ничего в этом не поняли. Как я уже говорил вам, для того, чтобы понять, нужно усвоить, переварить, нужно воспринять телом и умом, а после этого нужно это осознать и научиться этим пользоваться. И только тогда можно сказать, что мы это поняли. изучать информационную анатомию трудно. Это подобно энергетической анатомии, но если заниматься ее изучением привычным образом, то тогда нужно заучивать все точки, все каналы, как это принято, например, в теории каналов, а их очень много. Но если научиться их видеть, если еще использовать наши чувства, то тогда можно их различать, где правильно и где нет. И тогда мы можем только там концентрировать свое внимание, где какие-то нарушения. Человек создан очень совершенным. Энергетическая система, с которой мы работаем, как правило, находится вблизи поверхности тела, в области живота. Мы созданы таким образом, что те зоны, на которые можно воздействовать, мягкие. Поэтому при энергетическом лечении мы можем на них нажимать и нажимать без всяких проблем, потому что именно таким образом это создано. Но если, конечно, вы будете прикладывать чрезмерные усилия, то тогда проблемы могут возникнуть. И наши энергетические болезни происходят, как правило, именно из этой области. Информационная анатомия, информационные проблемы, информационное регулирование и лечение сфокусированы в основном в области нашей головы. Конечно же, вы можете прикасаться к голове, но вы не можете дотронуться до внутренних ее частей, до мозга. Воздействуя на область головы, даже тактильно, вы можете менять информацию, но это не позволит вам изменить внутреннюю структуру. Прикасаясь к информационным точкам, мы меняем связи между ними. Здесь несколько иной тип воздействия по сравнению с воздействием на энергетические точки. Там мы нажимаем, оказываем давление. Здесь мы можем это делать легким прикосновением. Влияние на информационные точки не связано с физическим воздействием. здесь происходит более глубокое воздействие. В китайской медицине существует термин нажатие на точки. Здесь же мы определяем информационные связи, поэтому физического давления оказывать не нужно. Информацию можно сравнить с магнитным полем и на магнитное поле также можно воздействовать магнитным полем, чтобы очистить информацию. Здесь мы не будем много времени тратить на тренировку пальцев или руки, потому что мы практиковали это на первой части терапии мыслеобразами. Итак, сейчас я буду активизировать возможности вашего третьего глаза для того, чтобы вы могли воспринимать эту информационную сеть. этот вид обучения, при котором вам не показывают что-то, это более высокий уровень обучения. Здесь учитель использует свои способности, чтобы активизировать аналогичные способности у вас. Если учитель нечто делает и просит вас делать то же самое, и вы начинаете это делать, то в какой-то момент вы оказываетесь под влиянием и воздействием учителя и у вас эти возможности проявляются. Мы на четвертой ступени учили этот метод. Вы должны отождествить себя с учителем и представить, что вы это он. Информационная система подобна телу. Это трехмерная фигура, состоящая из определенных точек. Они разноцветные и соединены между собой вот такой сетью, такими линиями, и вы можете увидеть ее в пространстве. Это не похоже на систему каналов. В системе каналов происходит движение. Дело в том, что по каналам движется энергия. Это движущаяся картинка. А здесь вы не видите движение. Это статическая картинка. То есть вы ее просто видите как сеть, как связь между отдельными точками. В качестве такого наглядного пособия вы можете использовать своего соседа. Посмотрите на него. Вы должны будете представить себе образ соседа и посмотрите на него, начиная смотреть с головы. Все тело мысленно просматривайте вниз. постарайтесь воспринять информационную сеть и точки. Смотрите на голову. Вокруг головы очень много точек. Вы можете увидеть разные цвета. Если вы обнаружите темную точку, то следуйте из этой точки по линии, которая идет от нее вниз к какому-то из органов. И посмотрите, с каким органом она соединяется. Также проверьте область головы на предмет того, что если между двумя какими-то точками существует связь, но не очень явная, не четкая, то это говорит о том, что связь между теми органами, которым эти две точки соответствуют, тоже имеются какие-то проблемы. Каждая точка на голове связана с какими-то внутренними органами. И если два внутренних